Которого не я спросил. Следующее письмо. Написано в очень экспрессивном стиле, с восклицательными знаками, очень крупными буквами, что указывает на ярость человека, на его протест против того, что происходит. Это крайняя степень непонимания своей судьбы, неприятия. Как крайняя степень неприятия судьбы. Читаю письмо. Если жена не уважает мужа, его никто не уважает, восклицательный знак. То есть это означает, что жена виновата в моей жизни. Она виновата. Дальше, в связи с этим, два вопроса. Первый вопрос. Если жена с большой буквы, и большими буквами, если это слово жена, это значит, что к этому слову есть претензия уже. отвергает чистый образ жизни мужа, его духовный путь, разводится, подчеркнуто, с ним, и продолжает поносить его, продолжает поносить крупными буквами, и не уважает большими буквами, восклицательный знак. При этом муж, бывший, продолжает добросовестно выполнять свои обязанства. То есть я хороший, она дура совсем. Перед бывшей женой и детьми, дальше большое влияние, не уважение бывшей жены оказывает на имидж мужчины, восклицательный знак. Я протестую против этого всего. Второе. Если мужчина, прикрываясь в духовной практике, бросает жену и детей, разводится с ним, уклоняется от обязанностей, то есть похоже на лишний элемент, при этом жена, бывшая, не просила поносить его и не уважать. Какое в этом случае не уважение жены оказывает на влияние на мужа? Какое влияние и не уважение бывшей жены оказывает на мужчину, если он женился с словом? Ха-ха! Это новая жена написала, похоже. Жесть! Жесть! Часто из моих лекций делают друг-дом. Просто друг-дом. Если лекции воспринимают неправильно, вот, например, смотрите, когда я лекцию читаю о обязанности женщины, мужчина сутрично записывает это, значит, что он скоро разведется. Несмотря на то, что он слушает лекции. Причина развода заключается в том, что он записывает для того, чтобы пилить жену. Это крайняя степень непонимания смысла того, что я говорю. Понимаете, вот здесь, допустим, если вы считаете, что эта женщина, с которой мужчина разведется, является причиной ваших проблем, вот, и вы в ненависти, в ярости, как бы о ней вспоминаете, то здесь есть две вещи. Первое, это зависть или злоба по отношению к его бывшей жене. Это чисто эгоистическое чувство женщины, соперничество. Как две кошки рядом с которым встречаются, они начинают царапать друг другу в море. Это чисто животное чувство, понимаете, чисто животное чувство. Это первое. Второе, это неправильное отношение к своей судьбе. Если у вас у мужа что-то не плеится в жизни, это ваша проблема. Не его бывшей жены, и не него. Это чисто ваша проблема, понимаете. И если вы сейчас не примете мои слова, и считаете меня тоже врагом, за то, что я так вот смело говорю о ваших проблемах, то это вам легче от этого жить не станет. Понимаете, когда человек экспрессивно принимает всех врагами, кто не согласен с ним, то это демонизм. Просто чистейшего демонизма. Божественные люди, люди, которые стремятся к благости, они всегда учатся прощать и принимать судьбу. Они никогда не экспрессивно, то есть жестко, категорично не ведут себя по отношению к тому, что связано с их судьбой. Вот, допустим, это ваша судьба, вы получили себе мужа, у которого была жена, и она с ним вела себя не очень хорошо. Ну, как бы, вы еще думаете, что вы хорошо себя сейчас с мужем ведете? Вы точно так же ручите его жизнь с помощью злобы, которая сидит в вашем сердце. Часто это все. И эта злоба является причиной ваших страданий. Часто такие люди, чтобы оправдать эту злобу, которую они испытывают кому-то, они идут бабкам-гадалкам. И эти бабки им говорят точно, эта женщина тебя сглазила. И она вообще навслала порчу на всю вашу семью, и на тебя, и на мужа, и у вас теперь будут одни только беды в жизни из-за нее. То есть, что она сделала? Она просто подтвердила то, что та уже думает. Только оформила это в виде веры. Вот смотрите, когда человек верит в несправедливость, это жизнь в невежестве. Когда человек верит в себя, ну, то есть, верит в свои возможности, в развитие, это жизнь в страсти. И когда человек верит в Бога, это жизнь в благости. Но в данном случае вера какая? Человек верит в то, что есть несправедливость, что кто-то кого-то может сглазить и до свидания счастливой жизни. Это невежество. А невежество означает деградация. В шансах изменить ситуацию нет. То есть, первое, что нужно сделать, нужно простить эту женщину, простить мужа, что он с ней жил, и перестать вмешиваться в это во все, потому что это прошлое. Если бы вы знали, сколько у мужа было рождений, и сколько у него там в этих рождений было жен, у него даже жены некоторые хвостом беляли, понимаете? Если вы все это проанализируете, вас ума сойдет. А причина ваших страданий заключается в том, что вы мужа присвоили, вы считаете его своей частью, частью своей жизни, своей собственностью. Такое отношение к человеку является тоже невежеством, потому что человек может какое-то время только с нами жить рядом. Мы в этом мире все соединяемся с друг с другом на время, но по невежеству люди начинают присваивать себе других людей, по невежеству они присваивают других людей, и потом из-за этого сами же страдают. Вот если женщина присваивает ребенка, то она дальше мучается неимоверно из-за этого. Потому что она его считает, его жизнь своей жизнью, у нее свои судьбы, у нее свои недостатки, она сильно страдает из-за этих недостатков. Думает, что он должен быть лучше, может быть его кто-то испортил, сгладил, может быть у нее там еще и постоянно страдает. А надо просто принять, что этот другой человек, у него своя жизнь, и в этом нет никаких проблем. Продолжение следует...